Пару месяцев назад завершилась 58-я научно-исследовательская экспедиция на борту судна «Академик Иофи». На нём молодые учёные и их наставники отправились исследовать Арктику. Всего 18 научных сотрудников и 33 студента. Как это было? Что видели участники экспедиции? С какими трудностями они столкнулись на своём пути? Как собирали пробы воды из зоопланктона? Об этом в нашем видео расскажут сами участники. Друзья, обязательно подпишитесь на наш канал «Ямал-Медиа». Здесь вы найдёте много материалов о жизни на Крайнем Севере, а ещё удивительные и порой невообразимые факты о нашем с вами доме — планете Земля. Подписывайтесь на канал «Ямал-Медиа», а мы начинаем! За место на борту плавучего университета боролись более 200 студентов. На борт попали только лучшие из лучших. Мне не верилось. Я буду участвовать в полноценной научной экспедиции, с полноценными научными задачами. Страшно, что недостаточно знаний, потому что в океанологии я, ну, считайте, год. 10 августа в 13 часов по местному времени академик Иоффи отшвартовался от причала и отправился на поиски новых научных открытий. Во время выхода я была на инструктаже, вот в моём отряде гидрофизики, даже не почувствовала, что мы отходим. А кто-то сказал просто рядом, а мы вообще-то в море уже. Все пошли наверх, на верхнюю палубу, на смотровую. Море очень красиво, но море, когда ты видишь только море, оно, конечно, приедается. А вот когда ты видишь землю, и когда ты видишь землю, так скажем, в последний раз за ближайший месяц, это время, когда надо этим насладиться. Академик Иоффи построен в 1989 году в Финляндии для Академии наук СССР. Его длина составляет 117 метров, водоизмещение 6,5 тысяч тонн, а мощность двух двигателей – 3,5 тысячи лошадиных сил. Веглый осмотр мостика, оборудование мостика, навигационный радиолокатор, в простонародье радар, во время тумана вообще супер, просто незаменимая вещь. Это управление главными двигателями. Как я вам показал, два винта, это две машины, это главные двигатели, отсюда управляются. Главный двигатель у нас, имя у него Купидман, у второго двигателя имя Максимка. Вспомогательный двигатель-генератор первый у нас Даша, второй Аня. А котел, который производит пар, его имя Вова, ну Вован его все называют в простонародье, Вован. Есть такое поверье у нас, да, каждый механизм, мы с ними разговариваем, лелеем, гладим, чтобы он работал, нас не подводил. У академика Иоффи есть брат-близнец – судно Академик Сергей Вавилов. Оба они построены для изучения акустических свойств воды. Была задача найти слои воды, а не существуют такие слои, по которым звук распространяется практически без потерь на огромное расстояние. Понятно, это все для нужд нашего подводного флота, чтобы подводные лодки под водой могли как-то сообщаться между собой и с берегом. В центральной части обоих судов есть вертикальная шахта диаметром 2 метра. Во время эксперимента сюда опускался излучатель сигналов. Вы можете слышать звук воды, которая заплескивает вот сюда. И вот эти отверстия, что на Вавилове, что на Иоффи, их до сих пор никто не заделывает. Оно насквозь? Оно насквозь. Свой первый рейс в августе 1989 года Иоффи и Вавилов отправились вместе. Я вот в 1989 году пришел. Мы в январе пошли первый рейс. Во-первых, ученых было много. Судно только настраивалось с Финляндии. Были финны с нами, группа финнов, которые в рейсе дооборудовали это судно, доводили его до ума. Помещение, где расположена антенна-излучатель, еще первые ученые назвали синагогой. Синагога. Из-за того, что вы видите, она очень длинная, и она практически идет до самого верха судна. Сейчас акустические эксперименты больше не проводятся. Но старую лебедку с тросом и антенной пока демонтировать не спешат. Она не мешает, и выкинуть никогда не сложно. А вернуть потом назад может пригодиться еще. Наш бронепоезд стоит на запасном пути. Научная карьера академиков прервалась в 90-е годы. Тогда вместо ученых на борт поднялись пассажиры коммерческих рейсов. А в 2019 году академик Оффи попал на мировой экран. На судне прошли съемки эпизода фильма «Куда ты пропала? Бернадетт». Кейт Бланшетт была в главной роли. Остальных актеров мы тут никаких не знали. И штормило здорово так, что мы ныряли тут носом, ловили волны. Они сначала радовались и фотографировали, снимали, как это все эмейзинг, как это все великолепно, что удивительно. Но потом в итоге так укачались, что им это все было неинтересно и неудивительно. Они просто лежали и болели. К полноценной научной деятельности академик Оффи вернулся в середине нулевых годов. Сейчас на борту работают студенты и их наставники. На счету судна более 50 научных экспедиций, хотя бывают и туристические рейсы. Экспедиция на борту академика Иоффи прошла Белая и Баренцева моря и зашла в Карские ворота. Это пролив между Баренцевым и Карским морями. Здесь участники остановились на первую в рейсе научную станцию. Для многих она стала первой в жизни. Наверное, было ожидаемо, что там возникнет много каких-то заминок, вопросов и проблем, потому что первая станция, мы только впервые запускаем все наше оборудование, все эти наши сети бесконечные. Поэтому это, конечно, было немножко, ну не немножко, был достаточно сильный стресс, первая станция, и все может пойти не так. Все пошло не так еще накануне. Тогда выяснилось, что лебедка к работе не готова. Над исправлением неполадок пришлось трудиться весь вечер и все утро. Как нам сказали, на этой лебедке очень давно не работали. Больше десяти лет. В связи с чем она в несколько, ну, нерасхоженном состоянии была, и на ней не было троса, а нам нужен трос определенного диаметра был. Мы привезли свой, нам нужно было его сначала намотать. И хорошо, что пока мы его наматывали, большая часть проблем лебедки скрывалась заранее. Стоп, Вира! Стоп! Вира! Вира! Чуть-чуть, Вира, медленно! Стоп! В другой части судна биологи проверяли состояние металлического черпака. С его помощью можно взять образцы ила, грунта и бентоса – организмов, которые обитают на самом дне океана. Море – это, пожалуй, самая неизведанная часть нашей планеты, потому что как мы его изучаем? Как мы узнаем, что живет там, в море, в океане, на дне? Мы просто кидаем черпак куда-то туда, вглубь, да? Мы очень мало знаем о морских животных. Но после третьего запуска трос вернулся пустым, без черпака. Мы стояли с напарником спяти, и, собственно, мы это видели. Мы видим, что трос выходит слишком легко, то есть как будто там нет груза. Мы уже все потихонечку с пинномозгом понимаем, что кажется, там ничего нет. Ужасная потеря, потому что оборудование очень ценно, и его мало, его делают под заказ. Кроме того, это потеря станции, по крайней мере, части станции. Садовой час стоит очень-очень дорого, эта экспедиция безумно дорогая, но тут дело даже не в деньгах. Мы понимаем, что в этом году, в это время, в этом месте больше никто не окажется. Эти абсолютно бесценные научные данные пропадут. К счастью, это оказался не последний черпак на судне. Нашелся еще один. Он намного меньше и довольно старый, но для работы сгодится. Мы сейчас исправили механизм замыкания, вот этот блок. Мы его модифицировали, добавили груз, и должно работать лучше. Но сейчас была очень сложная станция. Там было много камней. Тем временем, компания по отлову зоопланктона продолжала осваивать лебедку. Кидается по тросу лебедки груз, который на этот трос надо нацепить руками. А когда трос уходит куда-то далеко вместе с сетью, его нужно еще поймать, и он всегда в движении. Из-за этого возникают, собственно, проблемы. И трос пытался утянуть нас, но спасибо мостику, они подработали судно так, чтобы мы смогли спокойно поймать и трос, и никто за борт у нас не улетел вместе с ним. Первая станция длилась почти сутки. Результатом работы стал первый улов, который принесли ученым черпаки и сеть. Мы поймали самых разных ракообразных. Там были крабоиды, были амфиподы, то есть бокоплавы разные, полихет много разных. Мы еще не определяли. Первым взглядом, брошенным на открытый черпак, можно сказать, что там очень много живности. Были интересные всякие находки. То есть мы поймали сейчас на третьей станции, например, морского ангела. Не единичном экземпляре, но поймали. Как проходит работа на станции? Станция – это остановка судна, во время которой ученые делают замеры и отбирают пробы воды и грунта. Количество и виды работ сильно зависят от погодных условий. А как у нас с ветром, у нас биологи не могут пускать сетку с носа. Если мы сможем стоять хоть как-то носом на волну и в точке, то тогда они будут пускать справа борта, потому что им нужно. Если нет, то они меняют работу и будут с черпаком снимать ребятки. Из-за того, что у нас поменялся ветер, нам нужно перейти и перестать делать работу на баке с одной лебедки. Мы перейдем на корму, а из-за этого у биологов поменяется тип работы. Поэтому нам нужно пойти с ними и согласовать. Студентов, занятых в работе станции, оповещают по внутрисудовому телефону. Если мы спали, то да, это минут 5-7. Если мы просто чем-то занимались в каюте, то сидели, читали, то это, конечно, быстрее. Иногда бывает звонят и говорят, что все, уже вот срочно-срочно надо опускать сеть, кидать черпак. Мы тогда можем в достаточно высоких скоростях собраться. Да. Хорошо, сейчас буду. Сперва 30 минут сетка, потом вы с седьмой лебедки. Начало станции через 10 минут. Плохо слышно было. Сейчас приду в лабораторию. Ждем. У меня однажды случилась фантомная станция. Но это было связано даже не с телефоном. Мне просто приснилось, что мне позвонили. И должна быть станция. И я на автомате собралась и вышла. Уже в лаборатории поняла, что станции сейчас нет. Мы вообще на ходу. И станции в ближайшие пару часов не будет. Но это было как раз где-то после Карских ворот, где у нас тоже был очень напряженный режим работы. И станции были очень часто. Поэтому казалось, что все время нужно на станцию. Каждую станцию мы начинаем с розеты. На розете закреплены датчики, температура, соленость и давление. И все эти датчики выводят нам данные на экран. А дальше, после того, как сходит сначала гидрофизическая розета и зонт, все остальные отряды понимают, на какую глубину им нужно опускать свои приборы, чтобы оттуда собирать данные. Для химиков мы сейчас закроем ботометры на определенной глубине, которую они скажут. А биологи будут потом пускать сетку на свои глубины. Это наша гидробиологическая лаборатория. И мы здесь собираемся за 15-20 минут до станции. Готовимся к ней. Одеваемся в теплую одежду. На Лизу будет литься много воды, поэтому она еще и непромокаемая. Мне такая непромокаемая китровка не нужна, потому что это я буду лить на Лизу воду. Стоп! Мы готовы! Седьмая лебедка, можно начинать работы. Спасибо, принято. И про косы тоже принято. Каждый отряд должен заранее успеть подготовиться. И ровно в тот момент, когда им дали время за бортом, они уже должны опускать прибор, чтобы ни одной минуты не терять в течение экспедиции. Поэтому должна быть слаженная работа и довольно жесткая координация. не терять в течение экспедиции. Не терять в течение экспедиции. Чуть-чуть, майнер! Стой! Раму! Стоп! Майнер! Мы начали опускать сеть, теперь она должна уйти на больше, чем 500 метров. Это займет какое-то время, минут 20 туда-обратно. Полчаса, не то, чтобы нет работы, нам надо следить за тем, как уходит сеть. Но каких-то зрелищных вещей у нас происходить не будет. Короче, нужна сауна, а вместо проруби я всех из шланга поливаю. Поливать людей из шланга очень весело. Но это веселее, чем на лебедке, потому что на лебедке куча стресса. Что с лебедкой что-то произойдет. А здесь только надо сеть иногда ловить. Станция длится от 15 минут до нескольких часов. Как только последний прибор поднимается на палубу, судно отправляется к следующей точке. Как собирают пробы воды? Для этого используют розетту. Это не просто прибор, а целый измерительный комплекс. На котором расположены батометры для забора проб воды. И датчики, которые измеряют температуру, электропроводность и давление воды. Сигнал с розетты поступает в лабораторию, где все данные выводятся на монитор. Это у нас основной кинографический прибор. Мы называем это розеттой. Мы опускаем его с вот этой лебедки номер 6. И можем опустить его на любой глубины, вплоть до 6 километров. Оператор, который там сидит и управляет розетой, говорит лебедчику, который стоит на палубе, это работа довольно ответственная. Потому что, особенно когда ты знаешь стоимость того, что ты сейчас опускаешь на самое дно. Как нам сказали, что это, в принципе, двухкомнатная квартира в Москве. С запуска розетты начинается каждая научная станция в экспедиции. Нам очень важно не поставить ее на дно, а не ударить. Во-первых, можно физически, механически повредить те датчики, которые стоят на нижнем уровне. Кроме этого, обычно у нас на дне находится осадок, который сразу взмучивается. Взади стоит помпа, которая прокачивает воду через датчики. То эта муть может попасть в датчики, в эту помпу, забить ее и таким образом повредить. Вначале микроинфаркты получаешь. Ты когда первый раз там сидишь, руки тряслись, у нас был потом полник, у меня чашка прыгала в руках. Розетта дает информацию, которая сразу же тебе известна. И она позволяет тебе понять вообще, что происходит, что где ловить. Мы сразу онлайн видим и выделяем какие-то слои, которые нам интересны. В этот момент начинается здесь мозговой штурм у компьютера. То есть приходят все, кому надо посмотреть на этот профиль температуры и соленость. Здесь есть 12 крючков. К каждому крючку крепится батометр. И когда на определенной глубине мы хотим получить пробу воды, оператор дает команду, этот крючок срабатывает, отщелкивается. И, соответственно, крышечка встает на свое место и закрывает батометр. Таким образом мы получаем герметичную пробу воды, которую с нужной глубины мы получаем в лабораторию. Первыми на палубе розетту встречают гидрохимики. Когда розетта вышла на палубу, ты отбираешь пробы, и ты не можешь себе позволить просто так взять их и оставить. Биогенные элементы должны быть обработаны в течение 4 часов после отбора проб. Поэтому сколько бы на часах не было, ты засучиваешь рукава и начинаешь обработку анализа. И мне иногда немного грустно, когда некоторые такие, пфу, гидрохимики, да че вы там, типа, чего там делаете, чего там надо. В смысле, ребята, у нас вообще-то самая трудоемкая работа, ну, в плане именно изучения моря, потому что мы там не просто опустили, подняли розету, я не кидаю ковенючий огород. Это такой дружеский спор, такой бесконечный, кто там чего, а кто главный. Ну, мы-то знаем, кто главный. Последний запуск розетты считается торжественным завершением научных работ в экспедиции. Все, мы наконец-то закончили. Мы столько всего сделали, кучу станций, отлично поработали. Сейчас мы все обработаем, но сейчас главное, что мы делали последний розетт, очень ждали этот момент, и это большой праздник. Последний розетт, это всегда очень здорово. И мы очень рады, что все получилось, розетта не утонула, вот она с нами, такая же, как была в начале экспедиции. Почти. Поздравляем всех с последним розетт и на борту. Ура! Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.